В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. Гражданин, пройдёмте! Полиция борется с нарушителями порядка. Прав нет, есть пиво. Девушки одолжили авто и врезались в отбойник. Кукла для маньяка. Леденящая кровь истории из цикла «Дело номер». Сквернословие, скандалы с рукоприкладством, громкая музыка ночью, пьяные драки, битьё стёкол и другие формы нарушения порядка. В Советском Союзе это считалось не просто плохим поведением, а преступлением, за которое следовало наказание по статье хулиганства. Оттолкование этого вида преступности было настолько широким, что позволяло органам правосудия арестовывать почти любого человека и сажать за решётку сроком от трёх дней до пяти лет. Это уже наши дни. Поздний вечер. Но некоторые товарищи, не твёрдо стоящие на ногах, домой не спешат. Зрелище печальное, когда взрослые, работоспособные мужчины бессвязно пытаются объяснить, что их привело к такому образу жизни. Когда без захода в разливайку вечер кажется потерянным. Более сотни пьяных, разгуливающих по улицам города и продолжающих употреблять в общественных местах, полицейские задержали только за выходные. Сегодня строгим с предупреждением или лишением законной премии, увы, не напугаешь. Вот и получается, из всех рычагов воздействия на хулиганов и нарушителей общественного порядка только их собственная сознательность и остаётся. Проблема на самом деле серьёзнее, чем кажется. Учитывая, что попасть под горячую руку товарищем под градусом может и старушка, и ребёнок, и молодая мама. Допившись до чёртиков, многие буквально бросаются на прохожих с упрёками и претензиями. Да и почему, собственно, добропорядочные граждане должны думать о том, встретят они вечером хулиган или пьяную компанию у себя во дворе или нет. Зелёный змей в таких обстоятельствах ещё никого до добра не доводил. Все мы ежедневно оказываемся участниками дорожного движения. Ведём личный автомобиль или пользуемся услугами общественного транспорта. А значит, постоянно подвергаемся опасности, что кто-то, не дай бог, не справится с управлением или выскочит на проезжую часть. Обстоятельства бывают разные, но когда ДТП происходит по вине пьяных людей, да ещё и бесправ, дело другое. Эту 22-летнюю леди арестовали на 10 суток. Девушка врезалась в барьерное ограждение. Чем дальше сотрудники ГИБДД разбирались в подробностях, тем страшнее становилось за тех, кто мог бы оказаться под колёсами её автомобиля. Машину она одолжила у приятеля. Девушка долго пыталась ввести сотрудников в заблуждение, но установить её личность труда не составила. Кстати, через некоторое время после ДТП в отдел полиции поступило заявление об угоне автомобиля. Пили мы всю ночь, везде, у меня было всё ради рождения. Короче, взяли тачку покататься, чай-диночки, взяли тачку покататься, катались по троице, выехали, решили о себе пасеком съездить. В настоящее время в отношении девушки возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения транспортным средством, а также составлен административный протокол за управление автомобилем без прав и в пьяном виде. Очень жаль, что иногда для самих молодых людей это не становится уроком, а воспринимается невинным развлечением молодости. 106 лет назад в Санкт-Петербурге был открыт первый в России питомник полицейских собак. Современные комиссары Рексы по примерным подсчётам помогают раскрыть около 20 тысяч преступлений в год. В нашей стране для борьбы с преступниками собак впервые привлекли ещё в конце 19 века. В 1909 в столице появился первый заслуженный четырёхлапый полицейский. Домирман Пинчер по кличке Трев помог раскрыть полторы тысячи преступлений. До сих пор эти животные остаются незаменимыми стражами порядка. Собакам не раз пытались найти замену по причине того, что дорого обходится. Минобороны и ФСБ планировали применять для поиска взрывчатки мышей, а наркополицейские в прошлом году испытывали устройство под названием электронный нос. Однако хорошо натренированный пёс оказался куда эффективнее. Пользуясь тем, что в нашей студии оказалась одна из лучших инструкторов-кинологов со своим питомцем, Ольга Бубнова и её собакам, мы решили как минимум познакомиться. Работаю я в системе четыре года. Маха со мной тоже работает уже четыре года. Мы вместе с ней с первых дней. Недавно приехали с ней с соревнований, резервных групп. Заняли там первым местом. Конечно же, начинал я с нескольких месяцев сидеть, стоять, лежать. Вот это основное. Характер у нас одинаковый, но мы неспокойные. Мы, наоборот, энергичные очень. Это мы сейчас стесняемся. Она понимает, просто она немного насторожена. То, что в помещении, да и ещё мы не знаем, где мы. Поэтому она так вот реагирует. И когда я одеваюсь в форму, она уже знает, что нужно ехать на работу. Старшее поколение, конечно же, всегда поможет нам. Особенно, если, когда занимаешься со стороны, лучше видно. И они всегда подскажут. Особенно, когда я её начинала учить, там уже без старшего поколения никуда. Книжки книжками, но всё равно. К новому телевизионному сезону мы подготовим отдельный сюжет о кинологической службе в СИН, её сотрудниках и четвероногих помощниках. В Советском Союзе секса, религии и демократии не было. А если случалось что-то скандальное, об этом власть предпочитала умалчивать. Одним из таких закрытых дел, о которых мы узнаём спустя долгие годы, было расследование серии убийств, произошедших в Ульяновской и соседних снеобластях на рубеже 60-х, 70-х годов прошлого века. Это был последний мартовский день 68-го года. Две сестрёнки долго спорили, кто из них наденет подаренные часики, чтобы нарядно навестить маму в больнице. Судьбу украшения и, собственно, одну из девочек решила детская считалочка. В это время законопослушный гражданин Анатолий Уткин отправляется в очередной рейс. Он вадил больше грузы. Довольно редкий по тем временам седельный тягач «Колхида». 14-летняя Лиза торопилась. Казалось, нет ничего страшного в том, что её подвезёт добрый дядя. По пути Уткин остановился, якобы забрахлил мотор. Что произошло дальше, понять нетрудно. Уткин не хотел в тюрьму и решил избавиться от жертвы. Труп девочки он отвёз за 300 километров. И там спрятал, но труп был обнаружен. Убийца оказался фетишистом. На память о первой жертве он оставил себе те самые часики, а также одежду и сумку с продуктами. Через несколько месяцев похожая судьба ожидала 17-летнюю Валю. Преступник даже не стал прятать тело, просто бросил его, как тряпичную куклу. Понадобится 4 долгих года и несколько человеческих жизней. Прежде чем к расследованию подключится генеральная прокуратура. Несмотря на схожий почерк преступлений, каждое исчезновение и убийство проходило по разным делам. Было ясно, маньяк работает на трассе и часто прямо в кабине машины, но умело заметает следы. Два раза он нападал на женщин и пытался их изнасиловать, но женщины оказывали яростное сопротивление, и таким образом, в общем-то, ему не давалось это сделать. Женщины убегали. И вдруг преступник меняет тактику. Он уже не полагается на случай, а сам ведет активные поиски жертвы. Теперь в его действиях меньше экспромта. Люба Строганова спешила на свидание. Ее жених жил в доме напротив. Встречались всегда на нейтральной территории, прямо во дворе. Девушка не успела сделать и нескольких шагов от подъезда, как почувствовала на шее холодное лезвие ножа. Ей хватило сил закричать и вернуться в подъезд. За обидчиком тут же погнался сосед, но преступник оказался быстрее. Врачи не решали сделать прогнозов относительно потерпевшей. Организм оказался сильным, жертва выжила. А недоведенное до конца дело заставило злодея затаиться на долгие месяцы, отчего жажда крови только росла. В общей сложности Уткин убьет 9 человек. Это девочки, женщины и один мужчина. Ни следователи, ни врачи так и не смогут ответить, откуда эта жестокость. Чтобы избавиться от беременности, мать будущего маньяка обратилась к ворожею. Но сомнительные труды колдуни оказались напрасными. Ребенок все-таки родился. Анатолий Уткин родился в семье ветерана Отечественной войны. Но отец, в общем-то, хоть и женился на молодой женщине, он, тем не менее, почему-то не хотел детей. В какой-то момент Уткин почувствовал, что пора залечь на дно. И выбрал для этого весьма специфический способ. Он совершил уличное ограбление и с легкостью дал себя задержать сотрудникам милиции. Он провел на нарах более трех лет. И за этот период новых жестоких убийств в Ульяновске зафиксировано не было. Между тем, в местах заключения он постоянно нарушал установленный режим. И не проявлял стремлений выйти за ворота из правительной трудовой колонии условно-досрочно. Убийца вышел на свободу в 1972 году и сразу отправился на подвиги. Но то ли растерялся на ровку, то ли жертва оказалась не из робких. Попытка изнасилования и убийства не удалась. Кто бы мог представить, что поступает с женщинами и девушками таким образом? Маньяк всерьез задумается о создании семьи. Избранница снимала квартиру в доме его родителей и, на удивление Уткина, не торопилась под венец. Однако и заявление о пороганной чести почему-то в милицию не понесла. К счастью, на этом ее злоключения закончились. В действиях преступника вообще произошел перелом. Теперь он нападал в основном ради наживы. Барышская, бывшая Гурьевская фабрика – одно из старейших предприятий в области. Суконная фабрика имени Гладышева. Основана в 1825 году помещиком Кротковым. Накануне отмены крепостного права фабрика перешла в руки купца Акчурина, который вместо ручных, предельных и ткацких станков стал применять механические станки, паровой двигатель и труд наемных рабочих. В свое время – самое передовое производство. Современное оборудование, новаторские формы организации труда, хорошие бытовые условия. Все это позволяло коллективу вырабатывать ткани больше, чем на 100 миллионов рублей в год. Именно на Барышской фабрике работала кассирша Валентина Исаева, последняя жертва маньяка. Накануне она получила крупную сумму денег для выдачи работникам конного двора и гаража. И изнасилов, убив эту кассиршу, он обнаружил у нее в сумочке ключи. Эти ключи были от ее кабинета, где он, как понимал, должен быть сейф с деньгами. Но одно дело – ключ, и совсем другое – сложный шифр. Озлобленный до предела неудачи, он смог забрать только зарплату своей жертвы, которую нашел в сумочке. Следователи обнаружат на теле погибшей более 14 ножевых ран. Преступник понимает – он изрядно наследил. И решается на серьезный и довольно глупый, с точки зрения здравого смысла, шаг. Он решил поджечь эту кассу. Он принес туда ведро горючей жидкости. И из этого ведра, ведро солярки было, он облил помещение кассы, поджег его. Но когда убегал, он не стал брать с собой ведро. Жестокий и расчетливый маньяк совсем забыл одну важную деталь. Когда-то на дне ведра он выбил свою фамилию – Уткин. И когда следственная оперативная группа прибыла на место происшествия, обнаружили ведро, в котором были следы солярки, и осмотрев это ведро, увидели фамилию. Обыск в доме Уткина привел к поразительным результатам. Следствие получило в свое распоряжение улики, которые способствовали раскрытию сразу четырех преступлений. Кроме сумочки Исаевой, в доме обнаружили двуствольное охотничье ружье 16-го калибра, похищенное из караульного помещения фабрики 26 декабря 1972 года. Здесь же нашлись некоторые вещи, украденные при ночном ограблении одного из городских киосков «Союз Печати». Но самым большим сюрпризом стали найденные в жилище Уткина женские украшения, принадлежавшие, как установили позднее, погибшей жительнице Ульяновской области. Если начальство зоны характеризовало бывшего сидельца отрицательно, такие же отклики о нем были и в СИЗО, то в служебных характеристиках все с точностью да наоборот. В семье его тоже знали исключительно с хорошей стороны. К тому же, как выяснилось, Уткин успел несколько раз жениться и развестись, имел двоих собственных детей. Непроцессуальным участником заседаний пришлось быть в бригаде медиков скорой помощи. Близким погибших то и дело становилось плохо. Подсудимый вносил в это свою лепту, старательно имитируя психически больного человека. Уткин отчаянно боролся за свою жизнь, но при этом всегда точно и подробно рассказывал суть дела на местах происшествий. Адвокат заверял Анатолия Уткина, дадут лет 15, а в 45 уже выйдешь. Но учитывая тяжесть совершенных преступлений и последствия, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда оставила приговор без изменения. 12 сентября 1975 года серийный убийца и насильник был расстрелян. На сегодня это все, а в следующий раз мы увидимся через месяц, 30 июля. Творческий коллектив программы «Вызов принят» прощается с вами на время летнего отпуска. Желаю хорошо провести это время и не попасть ни в один протокол. До встречи уже в новом телевизионном сезоне. Субтитры подогнал «Симон»!